Код неисправности OBD2 техническое описание, нет сигнала в цепи датчика частоты вращения входной, турбины, B, что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется ко всем автомобилям с 1996 года выпуска, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, когда я сталкиваюсь с кодом неисправности P2767, это связано с тем, что модуль управления трансмиссией, PSM, не обнаружил выходного напряжения из цепи входного или турбинного, датчика скорости, которому было присвоено обозначение, B, датчики частоты вращения входного вала и турбины практически идентичны по конструкции и служат одной цели, Но производители используют различные термины для их описания, датчик скорости на входе, турбине обычно представляет собой трехпроводный электромагнитный датчик, который используется для контроля скорости на входе коробки передач, определяемый PSM как обороты в минуту или обороты в минуту Датчик обычно устанавливается с помощью болта, шпильки или ввинчивается непосредственно в корпус трансмиссии, обычно он располагается рядом с задней частью раструба, на входном валу трансмиссии Специально разработанные канавки или зубчатое реакторное колесо постоянно прикреплены к главному или входному валу трансмиссии, когда число оборотов передается от двигателя к трансмиссии, входной вал или реактивное колесо вращается и проходит в непосредственной близости от конца датчика Стальной вал или колесо реактора замыкает электронную электромагнитную цепь, цепь прерывается, когда участки с канавками или надрезами проходят мимо датчика и формируется электронный рисунок Это формирование шаблона принимается PSM как форма волны, которую он запрограммирован интерпретировать как входную мощность трансмиссии, скорость турбины, чтобы определить желаемую входную скорость обмин Входная скорость трансмиссии, скорость турбины сравнивается со скоростью вращения двигателя, процентом нагрузки двигателя и выходной скоростью трансмиссии, код P2767 будет сохранен и может загореться лампа неисправности Если фактическая скорость на входе, турбине или напряжение в цепи системы не совпадают с желаемой скоростью на входе, турбине или напряжением, указанным производителем Симптомы P2767 указывает на полную потерю напряжения цепи датчика частоты вращения входного вала, турбины Симптомы кода P2767 могут включать, прерывистую или неустойчивую работу спидометра, одометра, неспособность коробки передач переключаться на всех, неработающий спидометры, или одометр, неустойчивые или резкие точки переключения передач, снижение топливной экономичности, причины Возможные причины установки этого кода, а неисправный датчик входной скорости в поврежденное, ослабленное или закороченное проводкой, или разъемы в цепи, сбой PSM или ошибка программирования PSM Процедуры диагностики и ремонта, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, руководство по обслуживанию от производителя, расширенный диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM, и, возможно, осциллограф будут полезны при диагностике кода P2767 Опытные специалисты обычно начинают эту диагностику с визуального осмотра системной проводки и разъемов, закороченные или разомкнутые цепи и, или разъемы необходимо отремонтировать или заменить, прежде чем продолжить, осмотрите аккумулятор, кабели аккумулятора и концы кабелей Я бы сейчас проверил мощность генератора Пришло время подключить сканер к диагностическому порту и получить все сохраненные коды, запишите их для использования в будущем, а также запишите данные о стоп-кадре Если присутствуют коды входного и выходного датчиков, используйте поток данных сканера, чтобы определить, какая цепь неисправна, чтобы получить наиболее точные данные со сканера Сустите поток данных, чтобы включить только соответствующую информацию, чрезмерное количество металлического мусора на магнитных контактах входных и, или выходных датчиков скорости может вызвать сбои в работе датчика При снятии датчика удалите излишки мусора с магнитных поверхностей перед повторной установкой, когда датчики сняты, вы также захотите осмотреть прерывательные канавки и, или выемки реактивного колеса на наличие признаков повреждения или износа Вы можете использовать DVOM для проверки сопротивления отдельного датчика и напряжения цепи Следуйте спецификациям производителя, указанным в руководстве по обслуживанию или в разделе «Все данные» и заменяйте датчики, которые не соответствуют спецификациям производителя Неспособность отключить связанные контроллеры до проверки сопротивления или непрерывности, с использованием DVOM, может привести к отказу контроллера Если сохраняется код P2767, а все системные цепи и датчики находятся в надлежащем рабочем состоянии и соответствуют спецификациям производителя, подозревают неисправный PSM или ошибку программирования PSM Дополнительные диагностические примечания Если датчики входной, или выходной скорости необходимо снять с коробки передач, будьте осторожны, горячая трансмиссионная жидкость может вытечь из отверстия и обжечь кожу Избыточный металлический мусор, притягиваемый к электромагнитному датчику, может привести к ошибочным показаниям датчика скорости на входе, выходя убедитесь, что на монтажных поверхностях, резьбовых отверстиях нет мусора и препятствий из-за зазора между датчиком и реактором имеет решающее значение